О! Вы поймали меня. Уберите ваших детей от экрана! В первую очередь, не нужно забыть про волосы в носу. О чем я? Позвольте показать. Если вы высокий парень ростом от 170, а ваша девушка не выше 155, вот как она вас видит. Когда вы подходите ближе, волосы из вашего носа начинают напоминать полноценные усы. Чтобы этого избежать, покупайте триммеры для носа. Есть триммеры на батарейках, довольно простые в использовании, и модели посложнее, где придется поработать руками. Сегодня поговорим о том, что привлекательные парни никогда не станут делать. Я понимаю, вы тоже человек, но ковыряние в носу становится проблемой тогда, когда вы перестаете замечать, что занимаетесь этим на публике. Мой друг иногда даже не осознает, что ковыряется в носу за столом во время ужина со мной и моей женой. Как избавиться от этой привычки? Признать ее существование и попытаться заменить на что-то более пристойное. Пусть у вас при себе будет упаковка одноразовых платков. Следующий пункт может вызвать отвращение у многих людей. Я говорю о плевках. Мне даже сложно изобразить. В старшей школе у меня был друг, который курил и постоянно отвратительно плевался. Это было ужасно. Если у вас образуется что-то во рту или у вас проблемы с легкими, конечно, сплевываете. Но для большинства это просто привычка, которая осталась с детства. Лично я плююсь редко. Даже, например, после длительного забега или продолжительных тренировок. А вы, парни, напишите в комментариях, согласны или нет. Привлекательные парни также не ноют и не жалуются. Поймите меня правильно, если вы попали в действительно тяжелое положение, не нужно стесняться об этом сообщить. Я говорю о ситуациях, когда парень привыкает жаловаться другим на все, что происходит в его жизни. Что бы с ним ни случилось, он всегда будет винить в этом других людей. Он всегда найдет оправдание тому, почему он возлагает ответственность на окружающих. Ребята, а если вы хотите стать уверенным в себе и узнать, что делают настоящие мужчины, то рекомендую подписаться на наш новый канал от команды Frontways «Мышление Бульдога». Это канал одного из лучших друзей Антонио, Джона Сонмаза. Он расскажет тебе все, что необходимо знать для того, чтобы полностью трансформировать свою жизнь внутренне и внешне. На этом канале ты получишь техники личностного развития, необходимые для укрепления уверенности в себе. Узнаешь, как сбросить вес и привести себя в форму. Стать психологически прочным. Развить невероятную самодисциплину. Прекратить лениться и стать суперпродуктивным. Научиться мотивировать себя. Стать привлекательнее для противоположного пола и улучшить свое здоровье и физическое состояние как никогда раньше. Подписывайся прямо сейчас. Становись бульдогом. Привлекательные парни также никогда не пренебрегают своими ногтями. Можно найти немало форумов, на которых женщины обсуждают неухоженные ногти своих коллег. Не говорите, что вы отращиваете ногти специально, чтобы ковыряться в носу. Если у вас слишком длинные ногти, купите маникюрный набор. Он не обязательно должен быть дорогим, как этот. Достаточно пары кусачек, ножниц, пилки и щеточки для ногтей. Идем дальше. Крутые парни не хвастаются. Вы можете летать первым классом или жать от груди вес вдвое больше вашего. И гордиться своими достижениями нормально. Но когда вы начинаете хвастаться, особенно принижая при этом других, вы всегда выделяетесь на фоне остальных. И неважно, рассказываете ли вы о том, как привели себя в хорошую форму или пробежали марафон. В этот момент люди вокруг вас начинают раздражаться. Никто не хочет иметь таких людей в своем окружении. Если вам нравится сегодняшнее видео, окажите мне услугу, поставьте лайк. Тем самым вы поможете продвижению. Приличные парни не терпят беспорядка. Они оставляют все в идеальном состоянии. Например, если вы справляете нужду в офисном туалете, я понимаю, что вы мало что можете поделать с запахом. Но вы можете избавиться от пятен, если научитесь пользоваться ершиком и будете протирать стульчак туалетной бумагой. Другой пример. Тренажерный зал. Если вам хватило сил поднять штангу, то вам не составит труда и убрать ее на место. А в следующем грехе мне уже самому стоит покаяться. Я иногда перебиваю других людей. Порой, когда я слушаю собеседника, меня настолько переполняют эмоции, что я так и норовлю добавить что-то к уже сказанному. Мне хочется продемонстрировать свой интеллект, и я немедленно вбрасываю свои аргументы. Но, как правило, я все-таки жду своей очереди. И как только собеседник делает небольшую паузу, я вклиниваюсь в разговор. Сбавьте напор и позвольте человеку выговориться. Все хотят быть понятыми и услышанными. Вполне возможно вести беседу, не перебивая своих собеседников. Какое видео смотреть в следующем? Каждый парень, желающий выглядеть стильно, совершает одни и те же ошибки. Какие? Узнайте в видео по ссылке.